Всем привет, друзья, с вами я, Артём. Темой сегодняшнего видео будут сюжетные кампании различной карты на прохождение. Если вы не смотрели прошлое видео, то переходите в плейлист, находящийся в описании. Со временем будет расширяться и выполняться новыми видосами. А перед началом, как всегда, по традиции, оставьте какой-нибудь комментарий, стоящий минимум с четырёх слов. И обязательно смотрите это видео до конца, для того, чтобы оно продвигалось в логаритме Ютуба. А сегодня я покажу вам 10 крутых карт на прохождение, найденных в мастерской Тирдауна. Наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Открывает сегодняшнее видео компания Fargotten. Fargotten это небольшая 40-минутная хоррор-компания, рассказывающая историю человека, работающего на шахтёрском судне. Когда вы просыпаетесь, вас осеняет шокирующее осознание того, что всё преобразилось до неузнаваемости. Некогда знакомое шахтёрское судно лежит в руинах, а в тени скрывается что-то зловещее. Ваша миссия ясна. Выяснить судьбу экипажа и найти способ спастись. С трепетом вы отправляетесь исследовать остатки судна. Полная решимость разгадать тайну, которая с ним случилась. Ваша цель исследовать нижний сектор 8 забытым шахтёрском судне и выяснить, что случилось с экипажем. Читая электронные письма и изучая окружающую среду. Спасения нет. Поэтому если вы умрёте, то на этом всё и закончится. Вам придётся начинать с самого начала. Компания имеет очень сильный уклон в выживание. Вы должны быть максимально аккуратны. Целебные предметы спрятаны очень хорошо и попадаются довольно редко. У компании имеются кастомные звуки, музыка, оружие и противники. Здесь есть даже боссы и мини-боссы. Также тут имеется собственная система инвентаря и различные хакерские мини-игры. Работа над этой компанией шла 4 недели. В 2023 году она стала победителем конкурса. Даже не верится, что мы находимся в Тиродороне, а не в какой-то сторонней игре. Компания просто бомбезная. Обязательно как-нибудь пройдите. Дальше у нас идёт Лайт Берер. Компания даёт нам возможность сыграть за героя Ситрина. Маленького странного городка, находящегося в осаде злых осколков. Наша задача исследовать этот средневековый фэнтезийный мир. И найти улучшение случайно сгенерированных подземельях. Во время приключений вам будут попадаться обычные рядовые противники и боссы. Компания состоит из 13 случайно сгенерированных уровней. На её прохождение может уйти несколько часов. Всё зависит от того, как вы прокачаетесь и как будете играть. Также здесь имеется рандомно генерируемое оружие, NPC, квесты, кастомный саундтрек, более 20 противников и улучшений, тоннери играбельности. У этой компании имеется сохранение. Так что если вам надоест, то вы можете спокойно выйти и вернуться, когда вам захочется. Поначалу может показаться, что здесь всё как-то слишком сложно и непонятно. Но после прохождения обучения все вопросы сразу же отпадают. Честно говоря, я даже не думаю, что кто-то сможет создать нечто подобное. Это самый настоящий Диабло, сделанный в Тирдауне. Такими темпами Тирдаун превратится в какую-нибудь ММО-РПГ. Ну или как минимум станет более прокаченной версией Майнкрафта. Последняя, кстати, звучит куда интересней. Третья компания называется Агрэшн. Перед нами первый First Person шутер-компания, появившийся в Тирдауне. Она стала победителем конкурса летних кара 2021. Вы должны проникнуть в заброшенный город, наполненный роботами-солдатами и заражённой нежитью, чтобы получить противоядие от вируса и бить злого диктатора Браса Маска. Сражайтесь и исследуйте город и его окрестности. Компания является одной из самых масштабных. Агрэшн сделан в стиле киберпанка. Причём ПК он нагружает даже сильнее того же Киберпанка 2077. В нашем распоряжении 6 уровней, 6 видов оружия, почти дюжины врагов и различные способности. Помимо этого, компания также может похвастаться кастом и саундтреком, озвучкой и кат-сценами. В настоящий момент идёт работа над ремастером. В нём будут переработаны все враги, оружие, механики, система прогресса и ещё куча всего другого. За ходом разработки можно следить на канале разработчика. Только вот первое и последнее видео выходило там 11 месяцев назад. И что-то мне подсказывает, что разработка либо заморожена, либо отменена. Надеюсь, я ошибаюсь и компания всё-таки выйдет. Четвёртая компания называется Космонавт. Космонавт это сюжетный сурвайвал-хоррор, в котором вы играете за человек, работающий на сверхсекретном объекте. Сверхсекретный правительственный эксперимент под кодовым названием Космонавт пошёл наперекосяк. Пробудившись от замороженного сна, вы должны сбежать из учреждения, заполненного вашими бывшими коллегами, и разгадать коварную тайну. В компании присутствуют рядовые враги и боссы. Обширная территория, атмосферный саундтрек, головоломки, улучшения и крафт. Поначалу компания выглядит и правда довольно жуткой, но через пару минут, привыкнув к управлению, уничтожив парочку монстров, весь этот сурвайвал-хор превращается в один большой квест с беготнёй и поиском предметов. Нет, не подумайте, сделан он классно. Просто вся эта атмосфера как-то очень быстро выветривается, и остаётся лишь голый геймплей. К сожалению, компания немного забагованная. Она может зависнуть, вылететь, резко дропнуть фпс, либо же вообще взять и убить вашего персонажа. Благо, встречается это очень редко. В целом, компания прикольная, но немного забагованная. Следующий режим называется Sand Blasted. Перед нами платформер третьего лица, и по совместительству второй победитель конкурса зимних карт 2021. В Sand Blasted полностью переработан геймплей. Теперь это не шутер, а платформер, в котором, играя за робота-пожарного, вы должны прокладывать себя путь через пустыню, заражённую расплавленными монстрами и магмой, пытаясь найти предполагаемый нетронутый оазис. Должен признать, компания меня очень сильно удивила. До этого я видел лишь всякие шутеры, а здесь самый настоящий полноценный платформер. Sand Blasted состоит из трёх уровней, на каждом из которых имеются враги и различные платформенные механики. Наш робот умеет пинать и тушить огонь. При помощи пинков можно как уничтожать врагов, так и расчищать себе путь. И даже активировать различные механизмы. В компании присутствует кастомная музыка, причём звучит она на удивление довольно неплохо. Единственное, что подпортило мне впечатление, это управление. Персонаж частенько пролетает мимо столбов и бежит по непонятной траектории. Фиксированная камера также временами подкидывает свинью. Персонаж бегает где-то там за текстурами, в то время как камера показывает стену. Ну а так, в принципе, режим интересный и заслуживает внимания. Дальше у нас идёт Морс Ланга. Это даже не компания, а скорее огромный симулятор выживания, в котором вы должны отбиваться от врагов, исследовать локации, искать пищу и всё в этом духе. Действия этого режима разворачиваются в Алашье. Из-за смертельного вируса, вызывающего паранойю, страна была заблокирована. Люди стали возмущаться и попытались бежать из страны. Но правительство закрыло центральные города и сельские районы, что сделало выезд практически невозможным. Началось восстание повстанцев и анархистов. Население в бешенстве. Все пытаются сбежать из Алашье. Силам ААФ дан зелёный свет. Любой, кто попытается сбежать, будет уничтожен. Шоссе бесконечное. Так что закончить игру у вас не получится. Вы должны постараться выживать как можно дольше. У врагов в этом режиме прокачан селект. Они практически не делают глупостей. Ведут себя довольно реалистично и действуют по ситуации. В этом режиме имеется огромное количество оружия и юзабельных предметов. Помимо этого, здесь также реализована система повреждений конечностей. А также добавлен рюкзак, в который вы можете таскать найденный лут. Режим хоть и похож на все эти мейнстримные выживалки, но играть в него всё равно очень интересно. Седьмая компания называется Кронос. Компания рассказывает нам историю путешественника во времени, который решил спасти планеты и предотвратить разрушение озонового слоя. Всё начинается с того, что мы просыпаемся в странной комнате с роботом по имени Кевин. Он говорит нам, что 800 лет назад озоновый слой был уничтожен. И теперь мы должны вернуться назад и остановить человека, который это сделал. Геймплей на компании напоминает стандартные миссии стердауны. Вы улетаете на миссию, собираете там нужные предметы и эвакуируетесь. Начинать миссию можно при помощи специального компьютера и портала, находящегося в нашей хаб-локации. Компания геймплей на хоть и похож на оригинал, но играется, как мне кажется, намного бодрее. Тут в отличие от оригинала интересные сюжеты путешествий во времени. Поскольку озонового слоя больше нет, то и от ультрафиолетового излучения нас ничто не защищает. Чтобы хоть что-то видеть и не сгорать на солнце, вам придётся использовать так называемый санскрин. Компания запускается через раздел с опциями. Почему так сделано, я не знаю. Главное, что она работает. Восьмая компания называется Ханнабо Инкантер. Компания состоит из трёх разных сюжетных историй, в каждой из которых вы будете сражаться с инопланетянами, пытаясь продержаться как можно дольше. Честно говоря, сюжет тут прикручен чисто для галочки. Во время игры вы не услышите ни одного диалога, проливающего свет на происходящее. Единственное, что хоть как-то даёт понять, что здесь вообще происходит, это небольшое предисловие, находящееся на экране выбора главы и записки, разбросанные по уровням. Компании не хватает атмосферности и более спокойного геймплея. Вас просто кидают на уровень и валят врагов в счётчик мубист. Искать какие-то записки, находясь под обстрелом, это как-то такое себе. Первые два левела выглядят как арена с бесконечным количеством врагов, а у третьей немного отличается. На третьем уровне вы должны сбежать с объекта, попутно спасая свою семью. Вы можете использовать любое имеющееся у вас оружие, но авторы настоятельно советуют использовать лишь стандартные пушки. С кастомами здесь будет слишком легко. Компании хоть и немного сумбурны, но всё-таки играть можно. Возможно, в будущем будут добавлены новые главы. Дальше у нас идёт Teardown Touring Cars AI Racing. В это сложно поверить, но один из модмейкеров смог создать настоящие гонки. В этом режиме вам предстоит срадиться с 15 профессиональными гонщиками за звание лучшего гонщика Teardown'а. Соревноваться вы будете с искусственным интеллектом. Естественно, работает он не идеально. И зачастую можно наблюдать перевёрнутые автомобили. Но, тем не менее, он хотя бы есть. И вы можете с ним посоревноваться. В наличии имеется 4 террасы и около десятка автомобилей. Если бы здесь ещё была прокачка, то это был бы просто 10 из 10. Пока что перед нами лишь сырая альфа-версия. В будущем планируется добавить больше машин, больше трасс и исправить проблемы, связанные с искусственным интеллектом. Будет ли всё это реализовано, сказать сложно. Остаётся лишь надеяться, что на этот режим не забьют и доведут до ума. Ему очень сильно не хватает полной поддержки мультиплеера. Кататься с ИИ очень быстро надоедает. А вот посоревноваться с друзьями было бы прикольно. Кстати, на картах спрятаны секретные автомобили. Так что, если вам надоест кататься, то попробуйте отыскать все спрятанные тачки. После нахождения они будут доступны в меню выбора. Десятая кампания называется Дайвертиго. Как вы, наверное, же поняли, речь сейчас пойдёт о карте из Контер-Страйка. Но если там это всего лишь карта, то здесь же это полноценная кампания с различными миссиями. Когда я увидел, что у этой карты есть кампания, то не поверил своим глазам. Территории здесь небольшие, особо не разгуляешься. Но, как оказалось, даже к такой небольшой карте можно прикрутить несколько миссий. Всё начинается с того, что к нам на компьютер прилетает сообщение от КТшника, в котором он просит нас о помощи. В ходе задания мы собираем указанное в сообщении предметы и возвращаемся на базу. После этого с нами связывается Тэшник, который также просит нас о помощи. Кампания прикольная, но чего-то нового и необычного, к сожалению, не добавляет. По сути, это всё те же миссии из ванильной игры, но только в локациях из Контер-Страйка. Основой всех миссий является сбор предметов. Это может быть как самое обычное ограбление, так и режим охоты, в котором по вам будет стрелять вертолёт. Кампания неплохая, но надолго она вас с ней затянет. А на этом сегодня всё. Обязательно напишите комментарии, какая из кампании вам понравилась. Рассказывайте о других найденных вами сюжетных картах, а также делитесь этим видео с своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик с выбором всех уведомлений. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня в Телеграме, залетайте на наш штервак в Дискорде, а также смотрите другие мои видео. А с вами был я, BlackRainbow. Хорошего вам настроения. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.